Добрый вечер! В эфир телеканала Бизнес возвращается итоговая еженедельная программа «Тыжден за Рестовичем» та Алешиным. За полтора месяца произошло много событий, и мы далеко в прошлое заглядывать не будем. Обсудим последние информповоды. Топ-тема недели – это будущий приговор Надежды Савченко и судьба остальных осужденных украинцев в России. Хотя непонятно, почему об этом активно заговорили лишь в марте 2016-го. Поговорим о телодвижениях Кремля и нашей внутренней премириаде и калициаде. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Артем. Давно не виделись. Давайте для начала вспомним, что говорила Савченко на пока крайнем судебном заседании в Ростовской области в России и продолжим разговор. Таким было последнее слово Надежды Савченко, комбинация известная, пришедшая к нам из Америки, локоть и три пальца. Алексей, ну как вот это все охарактеризовать? Мы все понимали, что к этому и придет в России. Никто не сомневался, что будет по-другому. Но вот выступление Савченко на последнем заседании пока судебном, о чем она говорит? Это уже, знаете, у меня было такое ощущение, как будто ее бросило государство, Украина, да? И человек уже, ну и плюс еще, естественно, все эти нюансы российского правосудия, кремлевского. И вот так получилось, такой факт получился. Я думаю, что она просто осознала себя в той роли, на которую навешивает общество, символ Украины, незламная Украина. И так прижилась и выступает в этой роли. Ага, то есть получается общество все-таки как бы навязало, да? Ее накачали, да, ей накачали образ, и этот образ стал ею управлять, или стал ее частью. Три с половиной тысячи наших пленных за два года конфликта. Среди них были люди, которых можно было обвинить в чем угодно. В расстреле мирных городов, там и так далее, убийстве донецких детей, луганских и прочее. Но почему-то осудили Савченко и Сенцова. Они стали фигурами. И Кальченко еще. И Кальченко еще, да. Ну еще националистов, Карпюка и второго я не помню. То есть пятеро из трех с половиной тысяч осуждены. Избирательное правосудие в России предпринимает или как? Наши батальонами переходили на их сторону. У них в распоряжении были по 600 наших пленных одновременно, там по тысяче и так далее. И тем не менее осуждены только они. А почему? Эти люди заявили публичную позицию. Заявили публичную позицию. Савченко, она вообще депутат. И Верховная Рада Украины, и ПАСЕ. И именно то, что она не сгибается, ряд факторов. Говорит на украинском языке, требует переводчика, не боится. Или боится, но превозмогает. Что еще лучше смотрится, еще выгоднее. Женщина, опять же, женщина-офицер. Все это вместе создали медийный образ. Она является символом нескуренной Украины в данном конфликте. И именно как символ россиянам их надо обломать. Ну а то, что она находится в таком пограничном состоянии сознания, это однозначно, потому что с одной стороны очень мощная поддержка, с другой стороны очень мощное давление. Тут любовь сломается. Надо честь ей и хвала, что у нее хватает силы воли и стержня внутреннего, чтобы не ломаться. Она в каком-то смысле, наши пленные по-разному себя вели. Это понятно. Но Савченко доказывает всем, что украинцы все-таки просто об колено не сломаешь. Ну вот вы сказали, как бы накачали, образно выражаясь, общество. Скажем так, ну неужели вы думаете, что все-таки она восприняла это? Безусловно, она это делает от себя, естественно, да, там, незламно и так далее, и тому подобное. Но неужели все-таки вот этот вплыв СМИ, политиков украинских и так далее, все-таки сказались на ней? Ну, конечно, но почему только украинских? Акции прошли поддержки там в 40 странах, по-моему, если не больше. Ну, представьте себе, какую реально это энергию дает. Мы с вами ведем телепередачу, мы прекрасно чувствуем зрителей, которые за камерами, хотя их сейчас нет, да, этих зрителей. Как бы непосредственно в студии, да, это передает электронный прибор. Все это поддержка очень хорошо всегда ощущается, она ее ощущает, эту поддержку, да, и, естественно, да, это серьезное испытание для психики. Вот и получается, с одной стороны, очень мощная поддержка, я повторюсь, с другой, очень мощное давление. Тут мой злом человека берет, и она не ломается. Вот, я уже сказал о государстве Украина, которое, в принципе, ну, выражаясь таким, знаете, дворовым языком, забило, да, по большому счету, да. И, например, мы услышали только на этой неделе от нашего президента Следующие слова. Давайте-ка вспомним, что Петр Порошенко сказал в свете судебного, будущего судебного решения кремлевского правосудия по Надежде Савченко. Я закликаю всех святовых лидеров посилити тиск на Российскую Федерацию, забезпечити звольнение Надеи Савченко. И, если спросить о том, что я готова принять решение о обмене любого, я сегодня впервые наголошу, что так, я, как президент Украины, готова использовать своим конституционным правом и обменять надею. Ну, вот такой спич мы услышали от Гаранта. И, Алексей, попрошу обратить внимание на слова. Я сегодня впервые, как президент, извините меня, Савченко захватили когда? В конце 14-го? Больше 600 дней. Да. Порошенко у нас сколько президент? Около двух лет. Вперше. Он про это сказал. Ну, по крайней мере, в ситуации с Савченко это уже больше года. Вас не удивляет вот эта фраза? Я впервые сегодня, как президент, говорю, что я скористаюсь своим правом. Понимаете, у меня такое впечатление, что он вообще впервые, как президент, что-то собирается сделать за все время пребывания в власти. Ну, вот такая у нас элита. Никакая. Ну, никакая она. Три с половиной тысячи человек в плену. Усилиями не президента они обменены. Часть остается там. Мы не можем добиться освобождения. И вообще, я вам скажу, вся эта ситуация показывает бессилие и вот это вот все. Блеск и нищету всей этой мировой политики, так как она выстроена. США против. Парламентская ассамблея Совета Европы против. Россия и хотят освободить Савченко. Все поддержали ла-ла-ла и продолжают судить. Никто реально не может повлиять на ситуацию. Почему не могут повлиять? Ноты протеста от украинского мира. Почему она не могут реально повлиять? Потому что они в ловушке находятся. Юридизма вот этого, который во всем мире цветет. Им кажется, что вот суд, пусть суд вынесет решение. Неправомощный суд, фарсовый суд, сделанный, высосанный из пальца судебный процесс. Но мы не можем так вот просто вмешиваться. Мы только можем призывать и так далее. Они не могут называть вещи своими именами. Российский эксперт, который доказал астрономически, что Савченко уже была в плену на момент гибели журналистов. Данные трех мобильных телефонов, которые у него были с собой, что они не были в той зоне. Она физически не могла наводить. Это российских экспертов. Они ни на кого не действуют. Действуют призывы. Давайте будем гуманными. Ну, отличная ситуация. То, что наших несколько десятков хлопцев в Чечне сейчас в рабстве, в плену, как говорят. Их, по-моему, президент не собирается в перше. Не в перше, не в друге, не в третье. На Галушево-Таши. Надо их освобождать. Да, там и людей, которые по подвалам сидят. Под угрозой, что их разберут не сегодня-завтра паяльной лампой на части. За них мы не боремся днем и ночью. Ну, надежду надо освобождать. Надежда – символ. Мы боремся за символ. А это не стратегическая ошибка Порошенко, как вы считаете? Освободить ее? Нет. То, что Винфперша, заявивший, что скоростается правом и на Будькову, поменяя это раз. А второе, то, что, например, тот же Фейгин, адвокат Савченко, заявил, что мы никогда не виделись с президентом. Мы там контактировали периодически с близкими к нему людьми. Скажите мне, для воюющей страны это вообще нормально, что первое лицо государства, главнокомандующий, например, не виделся даже ни разу, по словам того же Фейгина, адвоката Савченко, никогда не виделся с ее защитниками? Это двойная правовая ситуация. Получается, если она в плену, то надо предпринимать меры согласно международного права по освобождению из плена. Если она осуждена и не является военнопленной, с непонятен ее статусом, вернее, мы рассматриваем ее одним образом, до конца не можем определиться, каким Россия, другим образом, международное сообщество третьим, то она просто осужденная, он вынужден действовать в области международного криминального права, связанного с амином. Он не может определиться, она для него кто, военнопленная, либо она просто гражданка Украины, осужденная в России. Справедливо, несправедливо, неважно, он не знает, как поступить. Они знают по одной простой причине, он никогда всерьез этой проблемой не занимался. Никогда. Потом он ляпнул в першу. Я вам скажу, что у меня ощущение, что вся его политическая карьера – стратегическая ошибка. Ну, наверное, естественно, так не считает, безусловно. Вот, кстати, насчет стратегической, не стратегической, знает, не знает, не определился. Наткнулся я на статейку The Economist у Савченко, и там, в частности, были следующие слова. Давайте послушаем выдержку, цитатку из этой статьи и продолжим. Для коррумпированной и погрязшей во внутренних интригах власти Украины Савченко может стать не меньшей угрозой, чем для Кремля. Ее встретят как национального героя, когда она вернется в Украину. Она может очень быстро превратиться в популистского лидера, который объединит людей против власти. The Economist из статьи A Modern Matter. Вот, Алексей, скажите мне, а с таким тезисом вы согласны? Я не знаю, станет ли она лидером, который объединит людей против власти, но однозначно ее попытаются использовать политтехнологически. Ее уже вовсю используют. Но одна политсила уже использовала еще в 2014 году. С самого начала ее используют, да, она стала первым списком в партии БЮД и так далее. Ее попытаются, я боюсь, что вот здесь она запутается. Здесь нужно иметь уникальное чутье, которое у украинцев нет. Даже самых незламных украинцев очень сильная степень политической незрелости. Как 12-летние дети. Вернее, как 13-летние. Подростки в пербутационной, 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 короче, в этот самый сложный период. Холодновато в новой студии. Да, холодновато в новой студии. Так вот фишка в чем, что пербутационной все. Так вот, да, фишка в чем, что ее раздергают, скорее всего, и окружат таким кругом, который будут выдавать информацию порциями. Стандартная болезнь, называемая болезнь Левочкина, когда референты формируют мироощущение. И я боюсь, что она поплывет уже по возвращению. То есть будет использована как объект, а не как субъект политической деятельности. Для субъективности, для того, чтобы повести за собой людей, не хватает ни опыта, ни кругозора, ничего. У нее есть просто характер. Но характера недостаточно. Это очень много в современных украинских реалиях, когда никто из политикума характер продемонстрировать не может. Бесхребетно-бесхарактерно. Да, беспринципно. А значит и бесхребетно. А у них характер только в одном – грабить и тырить. Но чтобы заниматься политикой, это очень серьезный вид человеческой деятельности. Нужно иметь еще что-то, кроме характера. То есть на характер нужно образование, нужно практический опыт, нужно политическое чутье. Всего этого у нее нет, это очевидно. Потому как она себя ведет во время процесса и всего остального. По некоторым ее заявлениям и так далее. Я готова быть президентом и прочее, прочее. Это показывает, что я сильно опасаюсь за ее политическую судьбу и за ее образ, когда она уже вернется в Украину. Ну да, на одной харизме далеко не уедешь, особенно в нашей системке. Да, то, что ее попытаются разергать, использовать, это однозначно. Хорошо, давайте теперь перейдем вот к Сенцову, Кальченко, Корпюк и так далее. Опять-таки на этой неделе только, 10 марта, если мне память с разумом не изменяют, да, наш министр юстиции Павел Петренко заявил следующее. Слушаем. Павел Петренко, министр юстиции Украины. Ну вот так вот. Решения судебные были не день, и не два, и не неделю назад, да. И только 10 марта Минюст реагирует. У нас болезнь, эстонская болезнь? Нет, у нас просто... Или опять мы не знаем куда она? У нас вся та же самая старая добрая болезнь. Вы представляете, какие деньги ходят в системе юриспруденции Украины? Ну там средний суд, это несколько тысяч долларов по бытовому вопросу. Серьезный хозяйственный суд, это миллионы долларов и так далее. Министру не до этого, министру с потоками бы справиться. И только под давлением общественности, международной общественности, он вдруг вспомнил. Смотрите, стандартная ситуация, какой-нибудь ключевой символический вопрос. Международное сообщество реагирует раньше, чем видповидные структуры Украины. То есть они задним числом. Это показывает, что вся эта война со стороны нашего государства ведется задним пятнадцатым щупальцем. И то после того, как надавил Фейсбук, надавил народ и надавило международное сообщество. Тогда они начинают заявление клеить, делают морщинку, мужественное лицо, выступают с трибуны и так далее. Потому что это четко показывает, что их это интересует в последнюю очередь. Вернее, их даже не интересует. Просто они уже вынуждены реагировать. Мы все уже занялись тем, что нам занесли в чемоданах. Блин, еще какие-то требования народа. Требования народа. Ну, давай, напиши что-нибудь, я скажу. Вот как бы все. А есть ли какие-то шансы, если мы уже от наших «любимых» коррупционеров переходим на геополитические рельсы, скажем так. А есть ли вообще какой-то шанс, действительно, есть же конвенция и все остальное, вернуть осужденных украинцев в альмаматор? Тем более, что Российская Федерация отказалась в этом плане сотрудничать с официальным Киевом. Ну, есть только один способ. Понимаете, Россия, фишка России в чем? Что она нарушила все мысли мы и не мысли этого. И уже по барабану. Существующие правила, да. Они говорят, у нас есть ядерное оружие, идите нахер. Как бы, да. Мы запикаем. Мы не собираемся выполнять ни одного вашего требования и готовы к открытой войне. А потом Европа, там, зажиревшие бюргеры, Обама, все эти бесхребетные украинские элитки и прочие, прочие, начинают думать, ну, даже не воевать же всерьез, в конце концов. Еще не поставлен десятый золотой нетаз, еще не выложен бассейн. Второй ярд не заработал. Платиновой плиткой, да. Не заработал второй миллиард. Ну, какой-то, из-за какой-то Савченко, Сенцова и, простите, господи, Карпюка, Карпюка и так далее. Не, не, не. Тем более, вы же сами, помните, говорили в тех еще предыдущих передачах, что у нас элиты очень связаны. И Датюк, помните, говорил, что очень сильно связаны. Общая собственность. Да, общая собственность. Да, общие связи. Ленин, партия, комсомол. Конечно, да. И западные тоже не в состоянии с этим ничего сделать. Они с беженцами справиться не могут у себя дома. Что же они будут заниматься какой-то там Украиной. Обама вчера четко заявил в интервью, да, что у него, он не считает, что у Соединенных Штатов нет интересов в Украине, а в России есть. Это их реальная позиция. Она такая, как бы, да. Поэтому шансы есть обменять, но тогда надо, эти шансы надо только реализовывать только библейским способом, по ветхозаветному. Око за око, зуб за зуб. Набрать пленных россиян и меняться. Кстати, вы не задавались вопросом, у нас же куча всех этих сепаратистов, террористов, боевиков была. Мы периодически, иногда, может, раз в квартал слышим от СБУ о их общем количестве, а о их судьбе особо не слышим. Ну, иногда говорят, ну, столько-то дел передали в суд. Вам не кажется, что... Куда они вообще деваются? Нет, периодически есть осужденные товарищи, да. Просто хотел бы посмотреть на общую статистику, как бы, да. Ну, и очень много меняют, конечно, без вопросов. А есть ли у нас те топы, российские топы, на которых можно обменять вот там Саучин, Козводом, Свинцовой... На Медведчука можно обменять даже Крым, я вам скажу. Просто его надо взять за жабры, этого товарища, никто не берет. Потому что в неформальной иерархии в Украине Медведчук как бы не выше президента нашего стоит. Понимаете, есть же формальная иерархия, мы говорим... Он не один год был серым кандидатом, да? Вспомним времена СДПУ О. Поэтому, да, поэтому возьмите Медведчука и резко можно будет обменять, очень быстро. Но военных, а военных? Нет военных российских? Есть российские военные, вот же огрушники сидят, бойцы луханской милиции и так далее. Есть еще другие. Там по разным данным их несколько десятков попало к нам в плен, далеко не все там были четко идентифицированы. Либо когда были идентифицированы, их дело стало материалом уголовного дела, которое нельзя публиковать. Или там частный размен произошел в масштабах сектора, одного на одного поменяли, не выходя на высший уровень. И так далее, и так далее. Мы сопли живем. Вот недавно же задержали этих товарищей из контрольной комиссии в Борисполе, которые с четкими доказательствами сотрудничества с боевиками. Символикой, с фото-видеоматериалами и так далее. Это российских офицеров. Досмотрели и отпустили. А зачем? Арестуйте, обменяйте. А зачем? Да, там же Сенцов, да пусть там. Кроме того, даже чисто в военном отношении, нашим спецслужбам и военным не ставится задача на захват пленных. Не ставится. Вы себе воюете, случайно взяли, ну что делать? Специальная задача не ставится, а должна быть поставлена. Поставьте задачу, военные возьмут под козырек, потому что никто не воюет. Надо просто понять. Война идет, а никто не воюет. Общество не хочет воевать. И государство не хочет воевать. И элиты не хотят воевать. Хотят воевать там 0,01% населения. Добровольцы и волонтеры. Все. Остальные не хотят. Но и они там все. Они все там или они все тут, помогают и так далее. Это не так уж важно. Но важно, что они хотят воевать и работают на военную победу. Я бы даже сказал, а не на войну. Остальным всем плевать. Они хотят заниматься другими вещами. Понимаете? Другими. Весна на носу. Какая война? Вы что? Общество хочет есть суши и гулять по паркам. А у этих власть, поддержащих другие заботы, премьеры. Безусловно. Тем не менее. Приватизация. Приватизация. Первый заявил опять-таки, что Украина в течение года мирным способом вернет под свой контроль оккупированную часть Донбасса. Это он в Турции заявил во время встречи, или после, или берет, не столь важно, встречи с Эрдоганом. Во-первых, скажите мне, опять мы слышим, мы слышали, по-моему, год назад нечто подобное, обсуждали с вами. Теперь мы опять слышим, ну вот-вот, уже в течение следующего года. Сразу после этого бойцы начнут получать по тысячу гулять за участие в Турции. После возвращения Донбасса. Ну, к чему это отнести? К области психиатрии, я не знаю, или к области оформления спешрейтерами речей президента. Рейган говорил, что политик в речи должен обязательно пошутить. Ведь, видимо, Порошенко внял советом бывшего президента США и тоже начал шутить. Вот это анекдот такой он рассказал, что мы вернем Донбасс за год мирным путем. Мы понимаем, что это политическое заявление, естественно, пиаровское. А давайте поговорим, а фундамент есть вообще для этого? Хоть какой-то минимальный, чтобы в течение года, до конца года вернуть в лоно Украины оккупированные территории части Донбасса? Мы проигрываем волевой конфликт Кремлю. Весь мир проигрывает. Одни, потому что не конфликтуют. Ну, как Обама, он просто не конфликтует с Кремлем никак. А хиппи. А второе, вторые, потому что конфликтуют, но проигрывают. Это всякие там Германии, Меркели и там прочие порошинки. Единственное, кто там более-менее в кондиции, это британское содружество. Австралия, Британия, Канада. Они рычат. И, собственно, Эрдоган. И вот наш порох приехал, наш, извините, президент приехал к Эрдогану, чуваку, который сбил самолет российский, как бы не боится, ему не страшно. И заявляют о мирном. Там надо договариваться о совместном ведении боевых действий против России, в случае обострения. А они, может быть, безо всякого обострения, как сказать, инициативно, пакости строят, начинают гибридную войну против России. У Турции куча возможностей, у Украины множество возможностей, у них совместно огромное количество возможностей. Можем так испортить жизнь России в течение ближайших двух месяцев, что просто мама дорогая. Но он публично заявляет о чем? О мирном извращении. На Востоке эти слова не слушаются. Это заявление не для Эрдогана, не для украинского народа. Это заявление под... Для нормандской четверки, которая плохо посидела последнее. И прочего. Никто не хочет воевать. А для того, чтобы мы можем Донбасс освободить военным путем, у нас хватающая сил, если собраться прямо сейчас, в течение трех недель боев. Или так изменить обстановку, что удержание остатков, которые нам не удастся отбить, или мы не захотим отбивать, станет физически невозможным. Если взять линию соприкосновения, сейчас передвинуть на 20 километров, на 20 километров, на восток, то экономическое, политическое, инфраструктурное и так далее со всех сторон содержание этих республик станет просто катастрофическим невыгодным. Ну да, будут кушать сами себя. Наша артиллерия будет просто их простреливать до границы с Российской Федерацией, они будут под огневым контролем. А жить под огневым контролем, экономически и так далее. Это можно сделать, можно. Армия готова, армия при всей сложности, которая в ней существует, это сложности роста. Даже, несмотря на вот эти заявления, что там и Россия еще завела, еще завела, еще подвезла, еще перекинула. Завела, 100 точек прилетит и все, уже никто никого не завел. Поэтому, как бы, понимаете, это все можно сделать. Но для этого надо отстать, что? Перед угрозой тотальной войны с Россией. Вот не побояться. Россия постоянно нас пугает этим, и весь мир. Ядерная война. Что ядерная война? Орвем тельник и ядерная война. А мы, можно сказать, а мы не боимся. Сейчас влупим и по вам, и по сепаратистам. И будет война, мы будем готовы воевать, давайте. Нормальная, полноценная война с переносом боевых действий на территорию Российской Федерации. Хотите? У нас есть все возможности для этого переноса. Все. И тогда Россия сильно задумается. И вот тогда начинается борьба, выдержек и воль. Кто кого? Но ведь этого же никто не хочет. Ни Штаты, ни Европа. Да плевать нам на Штаты и Европы. Штаты и Европы, мы для них не та территория, за которую они будут воевать и бороться. Но в случае тотальной войны они накажут Россию не потому, что они любят Украину, а потому что Россия нарушает правила, принятые в общежитии. Только за это они ее наказывают. Им плевать на Крым, кому он принадлежит. Они вообще считают, что мы в зоне российского, по крайней мере нынешние лидеры Запада, которые на формальных должностях находятся, считают, что мы в зоне российского влияния. И там должны оставаться. Что Европа, граница Восточной Европы, это линия Керзона. То есть это восточное побережье Балтийского моря и западное побережье Черного. И не далее того. И даже Болгария, не совсем Европа. Просто она в нашей зоне влияния, мы можем взять ее Румыния и так далее. А Украина точно не Европа. Это либо серая зона, либо государство, которое находится полностью в тени России. Всерьез бодаться за это никто не будет. Они считают, что это зона российских интересов. Они наказывают Россию за то, что она нарушила правила общежития. Что она повелась, выкинули ее из восьмерки и двадцатки, потому что так не ведут себя восьмерки и двадцатки. А не потому, что они сильно жалеют Украину. Если бы они сильно жалели Украину, мы бы имели летальное вооружение, мы бы имели в той или иной степени выполненное Будапештское соглашение. Ничего близкого нет. Польша с 90-го года получила по нынешний год 125 миллиардов евро в эквиваленте без возмездной помощи. Нам дают только в кредиты, которые, прости господи, будут отдавать наши внуки и все это бла-бла-бла. Вот их истинное отношение к Украине. Понимаете? И у нас есть еще одна страна, две, которые так живут. И ничего. Швейцария. Не член НАТО, не член ЕС. И Израиль. Не член НАТО, не член ЕС, окруженный огромным враждебным окружением и который ничего так себя вполне чувствует. У него там четвертая экономика и так далее. И огромный. Среди арабских стран. Да, да, да. В своем регионе земли. В своем регионе. Да. И кроме этого у него там хай-тек, который на мировых уровнях часто их превышает. Поэтому, пожалуйста. Мы можем повторить этот путь гораздо лучше, чем Швейцария и гораздо быстрее, чем Израиль. Мы общимся на месте. Качество элит. Украинские элиты всю дорогу, все 400 лет или сколько они там есть у нас, они все демонстрируют свою неспособность к конкурентной борьбе в мировой истории. Не способны. Поэтому их задача обманывать свой народ, жаловаться на то, что вокруг нас сплошная зрада и враги. И как бы все время плакаться за Ныньку, за Долю, за Савченко, за этот самый... Сейчас сколько слез будет, у Шустера пролито и везде-везде проливается. Да, и вот поэтому плакать, плакать, плакать. Бесконечно плакать. Все олигархические холдинги сейчас льют слезы. Плакать и стоять с протянутой рукой, плакать и стоять с протянутой рукой и прививать мысли о том, что мы ни к чему не способны. Надо накуриться белой простыней, ползти в сторону кладбища, не отсвечивать, чтобы нас не трогали и не развалились те остатки, которые они не успели разворачивать. И начипайте систему в будущей гирши. Давайте опять вернемся к Кремлю. Путин на уходящей неделе пообещал оказывать дальнейшую поддержку территориальных претензий Сербии по отношению к Косово. Это заявил президент Сербии Томислав Николич. Давайте послушаем цитатку. Путин ясно дал понять, что Сербия может рассчитывать на всестороннюю помощь России в защите своей территориальной целостности и независимости, в особенности по поводу Косово. Томислав Николич, президент Сербии. Вот что это за очередные игрушечки Кремля и Путина, ВВП? Да, была Сирия, теперь он начинает вспоминать о Косово и так далее и тому подобное. Да, нарушили, Кремль нарушил правила общежития и продолжает нарушать. Или это просто так? Он продолжает нарушать, он колет Евросоюз и НАТО, раскалывает. Потому что договариваться с каждой европейской страной в отдельности гораздо легче, чем с консолидированным сообществом. Когда европейцы говорят, что у нас 500 миллионов, и мы как-то там справимся, то это одна позиция. Другое дело, когда надо говорить с отдельной Бельгией, где 9 миллионов, с отдельной Францией, где 60, с отдельной Италией, где 60, там около 60 и так далее. Поэтому это гораздо легче, тем более там симпатиков Путина огромное количество, симпатиков в России огромное количество. В Европе существует системная проблема с левым марксистским уклоном, очень сильные симпатии, достаточно большие среди политиков и среди улиц по отношению к людям, способным к решительным действиям. Путин демонстрирует эти действия и так далее. Огромные проблемы с беженцами, он говорит, а я справлюсь. Дайте, пустите русских, сами не можете справиться, мы справимся с любым ИГИЛом и так далее. И Югославия, традиционная головная боль, Европа, Балканы, через нее очень удобно колоть. Это история 200 лет. И если сейчас инициировать прокси-войну в районе Косово, а у России все возможности для этого есть, то Европе НАТО станет опять не до Украины. В Сирии им стало не до Украины в значительной степени. Они не дрогнули, но если начнется что-то в центре Европы, то может быть, где есть хорошая память на этнические чистки с сотнями тысяч жертв и так далее. До 20-летнюю войну, которая отгремела, которую еле погасили, не до конца погасили. С кучей нерешенных вопросов, проблем, то тогда что, возможно, в этот раз Европе станет как раз не до. Путин качает Европу, он прямо против нее воюет. И бьет в те щели, которые уже исторически сложились. Да, исторически сложились, и где Россия всегда была задействована, где у нее очень много возможностей влиять. А вы верите в то, что в постоянные информационные вбросы, не вбросы, а в странах Балтии, о том, что вот-вот уже все? Ну, как вариант это остается. Как опция это просчитана, да, это спланировано действовать. Считается, что Кремль держит это где-то вот у себя тут рядышком, да, в каких-то ближайших планах, да? Ну, смотрите, вот что такое Балтия. Латвия, которая за два часа можно проехать, по кругу вот так вот объехать, прибалтика, вернее, Эстония и Литва. Значит, представьте себе, что какие-то люди, не российские войска, не зеленые человечки, а какие-то люди в гражданских, с российскими флагами, или даже с латвийскими флагами, начинают требовать защиты гражданских прав, блокировать дороги, из-под тяжка стрелять в полицейских, в американских военных. Что будет делать Запад? Подождите, я уверен просто, что Меркель и Оланд высловляют дуже волыку за непокойность. Поэтому у россиян все возможности воздействовать, что на Прибалтику, что на Финляндию, что на Швецию, на другие нейтральные страны, и по-другому вертеть и колоть Европу как угодно. Вы просто не знаете, сколько недоразумений между странами НАТО между собой. Какие отношения между Турцией и Грецией, например, между Британией и Испанией, между Британией и Исландией. У них масса противоречий между собой, вплоть до вооруженных конфликтов. Вооруженный конфликт был между двумя членами НАТО. Один какой называется? Турция, второй Греция. Прямой вооруженный конфликт. Стреляли друг друга, будучи оба членами НАТО, блока НАТО. То же самое было у британцев с испанцами. Британию не спасло ядерное оружие от захвата флаггалинских островов и от необходимости за них воевать. И так далее, и так далее. В мире нет гарантий. В мире есть только качество тех ходов, которые ты делаешь на мировой шахматной доске. Алексей, ну подождите, разве Берлин, Париж, Брюссель не понимают этого, что каждый следующий шаг, это панч будет более сильный? Не понимают. В сторону Евросоюза и Кремля. Они попали в ловушку самоуспокоенности. С животик. Да, их сломали интеллектуальный код Запада, сломали изнутри. Он сломан. И с одной стороны ловушка выглядит так. У нас огромная кровавая история. Огромная. У нас есть решение на все случаи жизни, сказал Запад. А с другой стороны, как бы, ну вот Россия, напоминаю, с Ельцина, с 91-го года, по Путина, по мюнхенскую речь, делала все, чтобы стать интегрированной частью Запада. Она в значительной степени туда интегрировалась. Рабочие места, экономика, куча связей и так далее. Совместные заявления. Ну, в общем, так вот они проросли друг к другу. Кровеносные системы уже проросли. Потом Путин сломал и начал вести. Их эта риторика усыпила. На них не подействовала ни война в Грузии, ни там все события в Украине, ни отъем Крыма, ничего. Они очень медленно приходят в себя. Ситуация очень сильно напоминает 20-30-е годы в Европе. То есть Запад сейчас интеллектуально не может... Он не то, что Кремлю проигрывает, там проигрывать некому. В Кремле все тупо и ясно. Он не может в своей системе координат найти ответ на все эти вызовы. Не может найти. Им надо интеллектуально восстановить себя, решить эту задачу, выработать. А учитывая, что Евросоюз — это такая структура, которая решение о стандартизации розеток принимает 2-3 года, согласовывает, то решение по ключевым вопросам, больным, как беженцы и все остальные, принимают очень медленно. И если сейчас поджечь, например, Косово, где-то что-то сделать в Прибалтике, они обрушатся под этим... Тем более сейчас идеальная ситуация. Обама переизбирается, он хочет уйти президентом мира. И он ничего не будет, никаких телодвижений в военном отношении делать не будет. Путин может делать вот так. Ход за ходом, и никто не будет успевать, никто всерьез не знает, что с этим делать. Вот вы сказали, что ситуация в Евросоюзе напоминает 20-е и 30-е годы. Я думаю, вы прекрасно знаете эту частную разведывательно-аналитичную агенцию Стретфорд и ее главу Джорджа Фридмана. Так вот, его очередные прогнозы не очень радужны. Он считает, что новая война возможна в Европе в связи с усилением Польши. И из-за принципиальных противоречий возможен вооруженный конфликт между США и Японии. И слушаем цитату Джорджа Фридмана и продолжаем. С 1815 по 1871 год в Европе не было межгосударственных войн любого типа, после чего пришла Первая мировая война. Крупная. В истории человечества ни одно столетие не обходилось без масштабной войны, сотрясавшей всю систему отношений. Готовы ли вы спорить, что такой войны не будет в нашем веке? Я согласен принять такую ставку. Джордж Фридман, основатель частного разведывательно-аналитического агентства Стетфорд. Ну вот такой блокбастер, Алексей, прямо от Фридмана. А теперь давайте прокомментируем это. Не смешно даже вот так послушаешь Фридмана? Вероятность войны никогда не была нулевой. Нигде. Пятая статья НАТО придумана была не против Советского Союза. Да? Не против Варшавского договора. Чтобы европейцы не воевали с друг другом. Американцы навязали им эту статью. Потому что вся история Европы это история непрерывных войн между собой. В любой столице Европы, от Польши до... От Варшавы до Лондона, вы увидите огромное количество памятников, связанных с тем, что они захватили столицы другого европейского государства. Они этим гордятся. И так далее, и так далее. Другое дело, что Европа, история Европы это огромная история наднационального взаимодействия. Корпорации огромных. Начиная от римокатолической церкви и заканчивая там всеми остальными. То есть Европа это такое слоистое образование, двуслойное. Есть национальные интересы, есть огромные общеевропейские наднациональные интересы. И это со времен Римской империи длится. Две тысячи лет этой истории. Две с половиной. И американцы навязали пятую статью НАТО, чтобы европейцы не воевали между собой. Но европейцы воевали. Турки с греками воевали. И бала-бала, не будем повторяться. Воюют, воевали Югославы между собой с поддержкой разных сторон. Сейчас там много проблем. И война это необходимая часть человечества. История человечества. Это одна из самых главных принципиальных сил, движущих социальную систему. Просто возникла иллюзия, вот в последнее время, что можно было... Последние 30 лет. С развала Союза. С развала Союза. После Второй мировой. Да, что можно... Была холодная. Ну, холодная, да. После развала Союза. Возникла иллюзия, что можно обойтись. Путин, и Гилл, и все эти товарищи эту историю ломают. То есть Путин все-таки, я так понимаю, делает все для того, чтобы какая-то очередная война в Европе развязалась. Да, у него нет, надо четко заявить, у него нет возможности воевать с НАТО в прямом военном столкновении, потому что он очень быстро закончится. Вся эта российская армия несчастная и так далее. Но возможности устраивать прокси-войны, вот такие, как идут сейчас в Украине, там в Сирии и так далее, у него отличные возможности. То есть устроить в Европе несколько пожаров разной степени величины, откуда побегут тысячи беженцев, будут огромные колоссальные проблемы с гуманитаркой, со всем остальным и прочим. И надломить серьезно Евросоюз, у него есть все возможности, они эти возможности реализуют. Послушайте, но ведь это страна, в которой перед Масленицей рассылают памятки чиновникам, по крайней мере в Ленинградской области, не кормить людей с лопаты, как было в прошлом году. Она всегда такой была. Но в 815 году российские войска взяли Париж. Берлин Россия брала Российская империя. Войска Российской империи, скажем так, брали трижды и так далее. Армия Российской империи, не Российская, много раз брала столицу европейских государств. Другое дело, что россияне не выиграли ни одной войны без Украины. Ни одной. Сама Россия без Украины не может похвастаться выигрышем ни одной войны вообще. То есть только половина маршалов победы это украинские фамилии. И так далее, и так далее. Поэтому для них колоссальные... Это нам позволяет делать два вывода. Первое, то, что они будут бороться за Украину до конца, не останавливаясь ни перед чем. Потому что они понимают, что с Россией они, с Украиной они империя, со всеми возможностями. А без Украины они не империя. Они будут драться здесь насмерть стоять за Украиной. Понимаете? И мы должны стоять насмерть. И даже насмерть плюс один, для того, чтобы от них отбиться. А второй момент, это то, что у них... Понимаете, Россия очень неоднородное общество, как любое. И где-то едят с лопаты, а где-то очень умные люди, которые там 200-300 лет воспитывались на изучение этих конфликтов, на активном участии в них и так далее. Все элиты собирала... Российская империя, Москва высасывала все элиты в том числе украинские, туркменскую и так далее. И так далее высасывала туда как пылесосом. И там действительно очень много очень умных людей. Начиная от экономистов, заканчивая военными дипломатами, спецслужбами и так далее. Другое дело, что там концепция и вся система выстроена так, что она способствует высасыванию наверх не самых умных людей. Но момент какой, что у России всегда есть воля. Они готовы драться и лить кровь. Пока мы живем сопли, сомневаемся, они сразу стреляют. Даже такими туповатыми гаслами, но готовы. И у них есть вот такая вот такая... То есть в Костроме там прорвался водопровод, виноват Обама, но они... У них в каком-то смысле есть идеальное сочетание. Есть умные люди, которые в Москве обсчитывают все эти ходы. Правильно? Есть Путин, у которого есть заказ на этих умных людей. Что у нас тоже масса умных людей. У нас нет политического заказа на использование этих людей. Понимаете, да? А там есть количество экспертов, генералов, сотрудников и так далее, которые востребованы какой-то частью. И они обсчитывают все эти стратегии. И есть куча жрущих с лопат, которые готовы перекреститься, выпить стаканводки и пойти в атаку. Понимаете? И их надо останавливать. И тех, и тех, и тех. А это не рядовое дело. Надо просыпаться от вот этого 30-летнего сна, собираться силами и что-то с этим делать. Пока Путин ведет. Вот вы сказали, что, во-первых, мы тоже должны воевать и драться на всех фронтах. Плюс один, да? И плюс вы сказали о том, что там есть элиты, которые все это продвигают, мутят водичку и раскладывают пассианцы. А теперь давайте поговорим уже в завершении программы о нашей нынешней элите так называемой, которая должна тоже раскладывать пассианцы. Плюс один воевать и так далее, и тому подобное. Что мы видим? На всем этом фоне, о котором мы говорили с вами уже 35 или сколько минут, мы видим очередную премьериаду и коальциаду. И видим уже, ну знаете, почти вечного Арсения Петровича, который, как еще его попередник Микола Яновича, его просто не вынесешь, да, из Кабмина. Вот давайте послушаем, что же Яценюк в очередной раз заявил народу, да, о том, какие же пути выхода из этого кризиса, внутриполитического очередного за последние два года, он видит. Я обочаю три варианта выхода из кризиса. Первый вариант – это то, что я предлагаю все мною. Водновить деятельность коалиції, доформировать склад Кабмета Министров Украины и ругаться дальше шляхом реформ. Второй вариант – это когда президент Украины и фракция Блоку Петра Порошенко берет на себя ответственность за формирование нового Кабмета, нового программы и коалицию. Третий вариант, который самый неприятный – это досроковые выборы. Вот так вот. Для большинства украинцев третий вариант – самый принятный, но для Арсения Петровича и всей системы остальной – вкрайне неприятный. А какой реально вариант вы сейчас видите по выходу из этого очередного нацатого витка внутриполитического кризиса в Киеве? Артем, я давно хотел сказать эту фразу и Пабам берег специально для бизнес-канала, для нашей передачи, нигде не говорил. Я не вижу ни одного варианта. У нас в Украине катастрофическое положение. Народ бестолковый, элиты компрадорские. Переводим на нормальный язык, это значит, что наши олигархи больше до их кругозор, их действия и их способ мыслить определяют, что? Их собственность, которая у них. Эта собственность является бывшей частью народно-хозяйственного комплекса СССР, советской собственностью. Понимаете, это советские люди, которые находятся в теснейших связях с государством СНГ и в первую очередь с Россией. Большая часть нашей экономики и их собственности завязана на Россию. Понимаете, поэтому они, конечно, не хотят полной победы Путина здесь, иначе Кадырова у них все отберет, и они станут мелкими пешками, и то с разрешения им будут давать дышать. Но и не могут так сразу развернуть всю страну на запад или пойти самостоятельным швейцарско-израильским путем, потому что и собственность плачет, хочет, требует денег. Понимаете, требует, чтобы закормить. У нас элиты это воры, негодяи, бескребетные сволочи, которые воруют на крови, страна воюет, они воруют на крови. Понимаете, да? И куча прочих слов, которые надо запикивать, но я так уже наговорил сегодня. Поэтому народ бестолково ничего не понимает, склонен хвататься за телекартинки, за политпродукты, политвыкидыши, которые им подставляют в виде реальных спасителей Отечества и так далее. Добровольцы не обладают необходимой полей, и все эти волонтеры не обладают необходимой политической школой, пониманием. Майдан-3 был показателем этого, что вот нет. Поэтому ситуация у нас безнадежная. Но я, с одной стороны, я глубокий пессимист в отношении способности Украины реформироваться, кого-то победить и так далее. С другой стороны, я же глубокий оптимист. Потому что, имея полный винегрет, полный развал всего, полный развал всего, мы идем даже не по худшей траектории, идем по средней траектории. Значит, Господь Бог смотрит за Украиной непосредственно, и, видимо, куда-то все-таки ее выведем. Ну, понимаете, имея... Может быть, еще есть дно? Ну, могла быть, Новороссия в восьми областях. А ее нету даже в трех. И даже двух она не полностью заняла. И так далее, и так далее. Мы вступили в войну, имея полный развал армии. 80% агентуры во всех спецслужбах. Агентура влияния в высших эшелонах власти, либо симпатиков. Половина генералитета либо прямо сочувствует России, либо работают на нее, либо саботируют. И так далее, мы вообще сделали беспрецедентную вещь. Учитывая наше качество, вот как граждан, как военных, как просто людей и так далее, оно ниже плинтуса. Понимаете, это ошметки Великой империи. Все толковое уехало в Москву, все толковое, что здесь осталось или воспиталось, их никто не слушает. Не, но толковое осталось. Никто не послушает. Потом уехало в США и в Евросоюз. Да, потом уехало в США и Евросоюз и так далее, и так далее. Это такая вот... Когда-то Романенко хорошо написал статью, что это миллионы гнилых душ в гниющих квартирах, в хрущевках. Понимаете, вот что такое Украина в действительности. И тем не менее, мы не в тартарах еще. Мы так себе вполне идем по среде территории. Боев парустки. И даже доллар двадцать семь. Не пятьдесят. Да, да, доллар пятьдесят еще. Это значит, что я не вижу других объяснений, кроме того, что Господь Бог прямо смотрит за Украиной и куда-то ее все-таки аккуратненько ведет. Потому что на наш ум, на нашу сноровку, на наше понимание, на нашу способность договариваться, на нашу боевитость, на наше желание воевать, на наше желание навязать волю противнику, по судьбе, самим себе и так далее, рассчитывать не приходится. Ничего этого нет. Тем не менее, мы идем по средней траектории. Ну, значит, слава Богу, спасибо, что смотрит за нами. Так просто? Да, по-другому. Я не вижу других объяснений. Ну, вы знаете, все-таки социум на эту систему гнилую, прогнившую, кланово-олигархическую все равно влияет. Конечно. Мне кажется, что с каждым годом, медленно, но уверенно, социум все-таки влияет на эту вершину пирамиды этой системы. Влияет. Мы же с этого начали передачу. Народ забурлился. Министерство юстиции вспомнило про Сенцова. Понимаете, Савченко. Не забурлил бы, не вспомнил бы. Ну, да, наша власть находится в пассатижах между каким-то там давлением Запада и каким-то там давлением социума. Было бы сильнее давление, давно бы все быстрее изменили. Но Запад вялый, занят своими проблемами, которым Путин создает. А народ тоже вялый, занят своими проблемами, воздействовать. Коммуналка, перекоммуналка, цены, то есть отсутствие рабочих мест. Ну, вот меня часто спрашивают, что вы не уезжаете, Алексей, за границу. Благо, что есть все возможности, зовут и прочее. Я говорю, я хочу этот цирк до конца досмотреть. Это же уникальный эксперимент. Абсолютно уникальный. Как вы нигде не увидели, что ты номер, номер видела? Такого номера? Да. Мы ведь в цирке на поле. Да, в цирке. Алексей, ну а сколько вы даете этим представителям системы, которые вернулись во власть? Я так думаю, что два года еще народ будет путаться в трех соснах, а потом постепенно вызрит. То, что мы называем, прости господи, гражданское общество. Давайте объясним, что это такое. Народ – это народ. Он сер, ничего не понимает, но мудр. Он ничего не понимает, но интуиция чувствует такое вообще народное, что вот это нельзя, а это можно. Туда надо идти. Есть власть. Элита. Которая ни черта не понимает. Элита. Да, очень плохая, нехорошая во всех смыслах, но зато имеет реальные рычаги. Доступ к ресурсам, каким ни на есть, рычаги влияния и прочее. Есть гражданское общество. Это еще уже не народ, потому что соображалка есть хоть какая-то и желание что-то сделать. Но еще не элита, потому что нет реальных рычагов власти. Вот если гражданское общество как-то сконсолидируется, начнет выстраивать совершенно реальные структуры, способные себя защитить, проявить первичную солидарность, организоваться, получить ресурсы, сопоставимые с ресурсами олигархов и так далее, тогда что-то пойдет. За два года они дорастут. Они уже должны обмануться всеми возможными вариантами. Бесконечное количество раз обмануться. Ну да, чтобы социологи не рисовали первому 22 процента. И уровень жизни должен лечь до такой степени, что народ уже начинает подбунтовывать немножко и так далее. Вот сочетание этих факторов. Может кто-то там среди олигархов проснется среди этих, захочет. Говорят же, ходит легенда о том, что есть 50-60 вменяемых депутатов Верховной Рады, которые хотят реально стать структурой. Мне кажется, 30 это потолок. И там что-то как-то, да, а не где-то как-то. Что-то, короче, и когда, и в общем, если долго молиться упорно и, так сказать, просить Бога помочь, то что-то случится. Ну знаете, с другой стороны, на Бога надейся, а сам не плашай. Ну мы же не плашаем. Минусское общество, создавай. Мы не плашаем, мы стараемся вот в передаче разъясняем. Стараемся, да, мы ожили, да, вот все так переживали, что нас там, мы померли. Не, не дождетесь. Мы живы. Вот, и будем продолжать наши эфиры. Так что вот так. Да. Опять же, президенты США, глядишь, изберут. Видите, все решения лежат за пределами Украины. Все серьезные решения. Это значит, показывает, что мы никакие. Вот мы тупо никакие, понимаете? Вообще никакие. Нет, давайте так. У нас вся надежда либо на Господа Бога, либо на нового президента США, либо на Эрдогана. Нет, ну подожди, государство никакое, но страна-то все равно паростка есть. Страна тоже никакая, я вас удивляюсь. Ой, ну зачем на такой минорной ноте завершать, Алексей? Ну, есть надежда, паростки действительно есть. Взрастут, еще сто раз обманутся, поумнеются, объединятся и что-нибудь сделают. Кинули оптимизма. Вот на этой, ну, такой себе. Ну, не минорной и не мажорной ноте будем завершать. Спасибо, что пришли. Встретимся через неделю. Спасибо вам. Такими у нас получились итоги уходящей недели. Напомню, что мы в эфире по субботам в 18.30 с повтором в воскресенье в 19.00. Также не забывайте, что записи программы вы можете увидеть на нашем официальном аккаунте в YouTube Business TV и вскоре на обновленном сайте телеканала Business. Всего доброго и встретимся в это же время и на этой же частоте ровно через субботу. До встречи в следующей неделе. До встречи в следующей неделе.